Приветствую! Сегодня мы поговорим о государствах. Какие из них в современном мире можно по праву считать сильными, но какие слабыми? Что определяет эту разницу и что такое социальное государство? Без котов в таком вопросе, конечно, не обойтись. Первые государства появились на нашей планете около пяти тысяч лет назад. По своему устройству они были того или иного рода монархиями, во главе с единоличным правителем, в руках которого была сосредоточена абсолютная власть. Правитель располагал нехитрым аппаратом управления и принуждения, а также вооруженными силами оборонять свою территорию и по мере возможности захватывать соседний. Так выглядела самая зачаточная, но по тем временам вполне работоспособная модель государства. Однако прогресс не стоял на месте. Возникали новые технологии земледелия и скотоводства, возникало строительство, обработка материалов, развивались науки, общественная жизнь усложнялась и требовала все более эффективных управленческих механизмов. Ведь устройства общества и власти – это ровно такие же технологии. Чем они совершеннее, тем более гармонично развивается само общество и тем выше качество жизни людей. Тут никаких чудес, как и в любой другой области. Есть некий предел совершенства изделия, который можно изготовить с помощью каменного топора. И точно так же есть некоторый предел развития общества, достигаемый при единоличном правлении. Тысячелетия проб и ошибок доказали, что разделение властей дает лучшие результаты, чем даже самый мудрый лидер-самодержец. Что добровольный труд чисто арифметически продуктивнее рабского. Что сменяемость власти эффективнее пожизненного правления. Что общие для всех законы создают предсказуемую и безопасную среду для стабильного развития. Параллельно с этим философы и мыслители задавались вопросом, а для чего вообще нужны государства? В чем состоят их функции и какие формы государственного устройства наиболее способствуют процветанию? В 1850 году немецкий правовед и экономист Лоренц фон Штейн ответил на этот вопрос так. Функция государства поддерживать абсолютное равенство в правах для всех общественных классов, для каждой отдельной личности, способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, поскольку в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого. Такую модель он и назвал социальным государством. На первый взгляд может показаться, что это просто набор общих слов за все хорошее против всего плохого. Проповедь гуманизма с отчетливо левым уклоном. И разве это может быть эффективно на практике? Оказывается, может. Реализация идеи социального государства, в частности, позволила Западу гораздо быстрее оправиться от последствий Второй мировой войны. Даже проигравшие страны достигли в итоге большего благосостояния, чем победившие страны соцлагеря. Те самые, где социальная повестка была только на словах, а на деле элитаризм и жесткое разделение на сословия. Для партийной номенклатуры все, а для остальных что осталось. Получается, что помимо гуманизма тут есть и совершенно прагматичные соображения. Именно так. Например, мы говорим о здравоохранении и относимся к нему чисто как к сервису. Кто побогаче, может позволить себе заботиться о здоровье, а малообеспеченный, ну, пусть лечится подорожником. Вроде бы даже в каком-то циничном смысле это справедливо. Но к чему приведет такой подход? В первую очередь, к тому, что многие болезни мы просто не сможем победить. ВИЧ, туберкулез, дизентерия и огромный букет бактериальных и вирусных заболеваний будут распространяться практически бесконтрольно. Да, в первую очередь среди бедняков, но ведь граждане живут не на разных планетах и уровень заболеваемости будет в целом выше во всем обществе. Так что полумерами не обойтись, лечить надо всех. Или вот, допустим, экология. Ее нельзя организовать на территории отдельно взятых, даже очень богатых домовладений. Если воздух грязный, им дышат все. Конечно, можно фильтровать воду, а продукты заказывать с лучших проверенных ферм. Но полностью отгородиться от плохой экологии невозможно. В той или иной мере от нее будут страдать все жители региона. Образование? Тут та же самая картина. Если оно будет доступно единицам, то мы получим безграмотное общество. В нем вряд ли будет комфортно жить даже тем, кто отключился в лучших университетах. А ведь одаренными вдобавок рождаются дети в самых разных семьях, и в богатых, и в бедных. И если не обеспечить образованием тех, чьим родителям оно не по карману, то в итоге мы не досчитаемся десятков своих Илонов Масков. Да и сама бедность как таковая, казалось бы, уже в борьбе-то с ней обществом движут исключительно морально-гуманистические соображения. Но тоже нет. Ведь где нищета, там и преступность. Львиная доля преступлений совершается из нужды, а вовсе не в погоне за роскошью. Мошенничество, кражи, грабежи, разбой, убийство. Это все может коснуться кого угодно. А еще где бедность, там плохая экология. Просто не до нее. И не до образования, и не до медицины. Так что поддерживать слабых и обездоленных, помогать им становиться на ноги, развиваться и просто жить достойной жизнью – это не абстрактная благодетель, а важное условие для развития всего общества целиком. От этого никуда не деться. Прочность конструкции определяется самым слабым звеном, и государственное устройство не исключение. Путинская Россия, как вы могли заметить, уже который год идет другим путем. В ней фактически создано государство в государстве. Провластная аристократия всеми силами старается отгородиться от остальных граждан за высокими заборами и тонированными стеклами, жить в своем небольшом мире среди своих. Но заметьте, даже они отдыхают и покупают недвижимость где? В сильных, преуспевающих странах, в которых полноценно реализована модель социального государства, потому что там комфортнее, потому что там уютнее, безопаснее, да и просто дышатся легче. Когда-нибудь так будет и в России. Достаточно не забывать, что сила государства в современном мире – это не яростная риторика, не репрессивный аппарат, не устроенная соседу пакость, а умные жизни собственных граждан. Всех, а не только избранных. Всего вам хорошего.